Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией. Всемирный день борьбы со СПИДом сохраняет свою актуальность, напоминая о том, что вопрос повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции очень важен. Что нужно знать о вирусе, иммунодефиците и как с ним жить, расскажет Харча Биджеев. На сегодняшний день ситуацию с ВИЧ-инфицированными в Карачево-Черкесии можно считать спокойной. На диспансерном учете стоит порядка 872 человека. Больные с иммунодефицитом получают соответствующую помощь, и она абсолютно бесплатная. ВИЧ-инфекция не является смертельным приговором. На самом деле, при правильном и своевременном лечении эта болезнь становится обычным хроническим заболеванием. Смертельным она становится только в одном случае, когда больной запускает свою болезнь, и она переходит в стадию СПИДа. Многие часто путают ВИЧ и СПИД. В действительности разница очень большая. И состоит она в том, что СПИД – это последняя стадия ВИЧ-инфекции, когда уже происходит снижение иммунитета. В таком случае больному срочно нужно обратиться за помощью к специалистам. Мы делаем всё возможное для того, чтобы, в общем-то, как можно больше пациентов с данной инфекцией получали адекватную терапию. Плюс, параллельно к этому, часть пациентов получает ещё и терапию таких сопутствующих заболеваний, как хронический вирусный гепатит С, что тоже немаловажно. Синдром приобретённого иммунодефицита – ВИЧ. Что же мы знаем о нём? За годы распространения этого заболевания вокруг него появилось множество мифов. Вот один из них, который достаточно распространён. Это то, что ВИЧ передаётся через бытовые принадлежности. В таком случае предметы личной гигиены должны быть покрыты кровью больного. Для того, чтобы заболеть, должна быть свежая кровь. Потому что, собственно говоря, вирус иммунодефицита человека, он не такой устойчивый, как, допустим, вирус гепатита B. Также ВИЧ положительный статус – не повод отказываться от желания стать родителем. В настоящее время семейные пары с ВИЧ могут родить здоровых детей. В этом помогает лечебная лекарственная профилактика. Женщина с ВИЧ во время беременности, если принимает высокоэффективную антиретровирусную терапию, строго по назначенной схеме, она позволяет не только защищать ещё не родившегося ребёнка, но и позволяет сохранить иммунную систему самой матери. С понижением иммунитета возрастает и риск заболевания гепатитом всех видов, а также многих других заболеваний, которые приведут больного к летальному исходу. И потому доктора призывают не откладывать поход врачу, соответственно, и лечение, ведь ВИЧ – не приговор. Карчабиджиев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.